А это я? А это я? Знаешь, она что? Батумис, она серебряная, что Батумис? Что? Нет. Эн-эн не серебря. Эн-эн? Эн не серебря. Как он с мамой разговаривает по-русски? Ой, если бы видели. Нормал? Нееет! Ему все время кушать хочешь, кушать хочешь. Кушать хочешь? Кушать хочешь? Не-е-е-е. Вы знаете, какой-то он на эти языки не понимает русский. Не понимает. Там помнит, там не помнит. Он не талантливый, зато он в другом деле талантливый. Этот дом мы как-то в другом месте испытались считать. Тридцать и пятьдесят этажей. Боже, как здесь люди живут будут, я не знаю. Представляете, когда будет внутрясение? Как будет? И туда-сюда, туда-сюда. Я наступил тот день, когда я еду. Я такая счастливая, даже не верю, как во сне. В порядке все у меня. Смотрите, какая красота. Всем привет, мои дорогие зрители. Я в Патрубе. Мы находимся в сказке. У нас с мужем такой активный, насыщенный день. Идет бабуля с ними посмотреть, где учатся мои внуки. Турко туристов. Такие вот дела у нас. Друзья мои. 50 кг. Все спирт, все спирт. Да, так красиво здесь видно турецкое, но цены офигеть. Ну, в принципе, а что ожидать? Мы в таком красивом курортном городе. Отдыхаем с мужем. Как в Турции на пикнике. Таким деревом сидим классно. У кого-то есть деньги, у кого-то нет. Хачапури. Хачапури на кадар? 15 лари. Ду юг пир Хачапури? Тудинь, да? Ордом. А, чары? Имя рули? Имя рули? Ну, а чарчак не едет. Ну, в общем, сидим, смотрим. В Батумье, смотрите, что произошло. Прорвался асфальт. Труба прорвалась. Наводнение, суд поступает. Все перекрыто. Когда это все остановит, неизвестно. Смотрите, все, наводнение, наводнение. Потоп усилился, друзья мои. Наверное, сейчас пострадают и квартиры. Привет, друзья мои. Мы вышли с нашей семьей на самокате, на велосипеде, на коньках, вот здесь в сумке. А я лежу сейчас в таком красивом лесу, под такими деревьями. Ирмачка собирает костер. Нет, костер буду я делать. Костер будешь делать? Маме нам дают играть. Я тоже хочу играть. Ну, давай играйте втроем, давай я тоже сейчас буду. Пусть она к нему будет. Вот я со своими внуками разлеглась в таком лесу. Что я могу вам сказать, друзья мои? Наконец-то сегодня наступило лето, а я делаю свой сарафан. У меня сейчас активная работа по бизнесу. Я просто разрываюсь. Я немножко адаптировала. Всем нужно уделить внимание мужу, переводчицей быть, с детьми возиться. Сегодня воскресенье. Решили вот так вот отпраздновать, походить, погулять. Вчера я встречалась со своей кумой. Она крестная мама моей дочери. Они нас приглашали в ресторан, но было уже после десяти, пол-одиннадцатого. Мы отказались. Сказали, нам не нужно ни хинкали, ни кебаб. Мы настолько устали сегодня. И настолько хотим просто побыть в домашней обстановке, что нам достаточно вашего дома. Пускай это вот чай, кофе. Но они нас угостили шикарным белым вином. Обалденное вино. Я себя чувствую замечательно. Просто так посидели в теплой обстановке. У них собачка есть. Детки у нее уже взрослые, студентки. Они с мужем живут. Вдвоем и собачка. И вот мы вчера посидели. Мужчины посмотрели футбол. Чемпионат был последний. Кто станет чемпионом, Англия победила. В Стамбуле проходила. Так хорошо посидели в два часа. Пришли домой. И сразу легли спать. Проснулась я в шесть. По московскому в семь. Думала сесть работать. Но было очень рано. И легла. Проснулась. Мамочка моя детей подняла. Накормила уже. Так хорошо, когда она есть. А я села работать. Его только недавно закончила. И говорю, давайте пойдемте. Немножко надо расслабиться. Посмотреть на вот эту красоту. И вам что-то запечатлеть. И с вами поболтать. И те же мои любимые зрители. Большое вам спасибо. Вы так поддерживаете меня. Так защищаете. Мои вы девочки. Красавицы. Вы пишите, что я изменилась. Сияю, сверкаю. Счастливая здесь. Потому что я приехала в свою семью. Мамочку обнимаю свою. Да, мамочка знаете какая у меня? Конечно с характером. Она козерог. И все должно быть по ее. Но мне надо чуть-чуть, допустим, как-то потерпеть эту ситуацию. Промолчать. И уехать обратно. К себе в дом. Где я хозяйка. Делаю, что хочу. Так что вот такая ситуация. Да, мы уже взрослые. 51. И у меня свое мнение. А у нее свое. Она не хочет прислушиваться к другому. Как и я. Как и вы тоже. И никого не переубедить в этом. Так что нужно не менять людей. А изменить свое отношение к ним. Тогда все будет легко. Ну а я сейчас пойду. Тоже поиграю с ними в мяч кругу. Ура Мари. Ура Мари. Ура Мари. Основной. Основной. Ура Мари. Надо было не забыть. Ноль. Ноль остался, да. Давай, Дэби, быстро! Ура! Смотри, не тесно играет, она вот так садится. Да, тоже можно. Я тоже хочу молодое. Тоже хочу я молодое. Они как близнецы, и друг без друга не могут. Красиво мы сегодня погуляли. Но велосипед этот вообще какой-то не такой. Или Ирма не умеет, или он. Моя внучечка упала сегодня. У меня поранилась моя девочка. Сейчас бабуля придет, будет купать их всех. Да, моя девочка, сладенькая. Любимые мои внучата. Это наш парк. Бабуля, ты хорошо стоишь на моих пальчиках? Она уступила. Вот там маймуны. Столько качелей. Ты знаешь, что мы когда гуляли вместе, Ирму забирали из садика, зашли в зоопарк с Эндером и Ирмочкой. И там собаки, которые есть, на Ирму напала. Укусила ее, чуть не укусила, как она плакала. Она хорошо не помнит. Так что опасные там собаки. И хозяйка ее наказала, собаку. Побила. За то, что она на ребенка. Да ни на меня не напала, ни на кого. Что там? Рыба, здесь была рыба только что. Балык, Ашкин, балык. Только что рыба выклюнула и заплыла. На рыбу. Скажи ему, что она у меня понялась, и потом это. Там было видно, что она падала. Тебе к балыку, Ашкин. Вот Денис танцует, гильор. Да? Да. Все, пойдемте, дети, пойдемте. Это моя внучечка Мари, будущая блогер, умная девочка. Подписывайтесь на нее, она вам расскажет очень много интересной информации. Если вы хотите, я вам еще буду информацию рассказывать. И подписывайтесь на меня и ставьте лайки. Она живет в Батуми, в таком красивом городе. Сейчас скоро бабуля заберет ее и братико, и сестричку. Город Мерсин.